Москва стала дальше. Для жителей сразу нескольких районов Подмосковья. Число автобусов и маршруток, ходивших в столицу в последнее время, заметно сократилось. И чтобы влезть в переполненный салон, людям приходится рисковать здоровьем и часами стоять на морозе. Ситуация немного поменялась, когда на место приехала наша съемочная группа. Но проблема это не решила. О том, что происходит на рынке подмосковных маршруток и кто там хозяин, в репортаже Владимира Старикова. Долгопрудный, 7 утра. Автобусы до Москвы приезжают уже полные, но пассажиры не теряют надежды утрамбовать соседей и влезть внутрь. С этой обстановки невозможно уехать. После новогодних праздников в город пришел новый перевозчик, дом трансавта. Автобусы меньше стали и реже ходят. Это другая остановка на выезде из Долгопрудного. Встать в автобус хоть одной ногой уже большая удача. С недовольными у водителей разговор короткий. Я хотела узнать с перевозчиком, написать куда-то письмо-жалобу. На что он меня взял за руку, вывел, говорит, иди отсюда, пиши кому хочешь. Наша группа только начала съемки. Как произошло чудо, на маршрут один за одним стали выходить полупустые автобусы. Завернул, пустую реально, приехал автобус мост-трансавта. Полу не было раньше? Нет, конечно. Спасибо вам. На стоянке автобусов некий человек силой выгонял водителей на маршрут. Люди просто говорят, что в автобусе стали редко ходить. Я просто блецать, это самое, раздаю и все. Сами водители проблем будто не замечают. Нормально ходим, все нормально. Ну просто погодные условия из-за этого может быть. Погодные условия, однако, не мешали водителям работать по расписанию, пока наша группа вела съемку. Та же ситуация в Лопатина. Одна маршрутка до метро на 10 тысяч жителей. Вот ездит монополия, рантранс. На маршрутке пациент забитый. Очереди километровые стоят. Вдобавок перевозчик взвинтил цены до 70 рублей, хотя ехать до метро не больше 15 минут. Вместе, я прикинул, то больше трех тысяч выходит только на автобус. И снова наше появление чудесным образом наладило работу транспорта. Командовал процессом распорядитель. Он уверяет, что очередей не бывает, а для пассажиров есть система скидок. У нас стоят 50 рублей, а то есть сиденье, то пить. Легально такое вообще назначать, тариф? Легально. Там на это тоже все легально. Там есть документы. Документы, как водится, у начальства. Найти офис в огромной промзоне невозможно. По телефону диалог не получился. Вы можете пояснить все-таки, в чем причина повышения тарифа? Я пояснил всем. Я не буду с вами общаться и давать какие-то комментарии. В областном Минтрансе пообещали проверить все обращения жителей, отследить работу перевозчиков с помощью навигаторов и камер на остановках. По итогам квартала, когда у нас происходит оплата за работу на этом маршруте, мы можем удержать штраф за невыполнение транспортной работы. Пока жители Долгопрудного и Лопатина рассчитывают только на себя. Скидываются на такси, а те, кто за рулем, подвозят до метро соседей. Владимир Стариков, Андрей Потапов, Сергей Ухворенок. Весть.